здравствуйте друзья в этом году я попробую наш с вами общение выстроить в другом формате с учетом пожеланий которые были высказаны и с учетом практики которая у нас сложилась и так что останется останется ваша воля относительно тем на которые я буду с вами разговаривать все остальное изменится изменится антураж я буду выбирать для наших с вами встреч самые красивые места земле обетованной куда смогу добраться сегодня вот мы с вами говорим из ботанического сада в иерусалиме буду говорить с вами в режиме монолога и так у вас будет возможность комментировать то что я буду говорить и в следующей записи я постараюсь на эти комментарии реагировать а может быть буду реагировать в письменном виде на ваши комментарии изменится хронометраж это будут не получасовые не 45-минутные посиделки это будут 5-минутные зарисовки на заданную вами тему и изменится периодичность наших встреч я думаю что встречаться мы с вами будем для начала 1 месяц а потом если получится будем встречаться два раза в месяц если будет хватать предложенных вами тем картинка будет богаче информации я надеюсь будет не меньше я по-прежнему буду готовиться к нашим с вами встречам мне кажется что этот формат будет более зрелищный и более если хотите журналистки для меня это конечно поражение идейная потому что это значит что идея двусторонней коммуникации в которой лидирует аудитория не оказалась в достаточной мере жизнеспособность другой стороны тоже хороший формат тоже интересный опыт который мы можем с вами вместе пережить и так хронометраж 5 минут периодичность раз в месяц потом может быть два раза в месяц если получится ваши темы мои реплики ваши комментарии мои ответы сегодня давайте поговорим с вами о крупных формах и об аналитике саш тивельков озадачил меня вопросом почему видео трансляции игр пользуются большей популярностью чем аналитика по поводу тех же игр на самом деле похожая история происходит с новостями новости одной строкой пользуются большей популярностью чем аналитические программы ну хотя конечно во многом зависит от ведущего так что первый момент это индивидуальная харизма если люди хотят пообщаться с человеком и узнать его мнение о том или другом информационном поводе будь то игровой информационный повод или информационный повод новостной более серьезный хотя что может быть серьезнее игр трудно сказать они будут смотреть этого конкретного автора они его стримы или в случае с новостями прямое включение с места событий харизма в свою очередь это не только артистизм это еще и компетенции безусловно на поэтому мне кажется что обобщение которое предложил саша что все больше любят смотреть стримы чем аналитику она не вполне оправданно очень много зависит от того кто именно дает аналитику кто именно делает стримы и как именно эти стримы делаются насколько качественно насколько сюжетно насыщенно если же говорить именно о стримах тонн правильнее задуматься вот над чем это не стоит воспринимать как проявление пренебрежения к мнению автора и это скорее возможность заменить свой собственный игровой опыт потреблением чужих игровых впечатлений чужих игровых практик такая потребность может возникнуть в ситуации если нет возможности играть самому или если качество отыгрыша за которым смотришь много выше чем то качество которое ты обычно продуцируешь сам жду ваших впечатлений об этом формате и давайте вот еще раз проведу вам по кругу это совершенно замечательное место которое каждый раз подкупает меня своей совершенно неземной красотой если и есть где-то райский сад то мне кажется выглядеть он должен примерно так до новых встреч пишите пожалуйста ваши пожелания предложения впечатления темы вопросы а я буду смотреть на карту израиля не только израиля выбирать места на фоне которых мне бы хотелось с вами поговорить